Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руководитель отдела полиции доложил о состоянии криминогенной обстановки. Анапским полицейским удалось задержать пять правонарушителей, находящихся в федеральном розыске. В селе Цабанабалка оперативники обнаружили точку по незаконной реализации алкоголя, а в селе Витязево подпольный игровой клуб. Специалисты миграционной службы в одном из санаториев на Пионерском проспекте выявили 27 граждан Таджикистана и Юзбекистана. Нарушители режима труда и пребывания в России выдворили страны. В сельских населенных пунктах развернулась информационная кампания. Специалисты жилищного отдела разъясняют жителям условия программ по улучшению жилищных условий. Первый вице-мэр Светлана Яровая попросила специалистов управления имущественных отношений и архитектуры активнее работать с населением. Правила эффективной работы и каждое обращение должно быть отработано в соответствии с действующими законами. С докладом о развитии отрасли торговли и потребительского рынка выступила начальник управления Ида Пахатенко. Сегодня сфера торговли – одна из основных бюджетнообразующих. Годовой оборот составляет около 13 миллиардов рублей. Всего на курорте зарегистрировано более 3,5 тысяч объектов потребительской сферы, обеспечивающих работы 13 тысяч новчан. Контроль за установленными наценками на продукты проходит постоянно. В среднем на уровне 20-30 процентов, а на социально значимые продукты не более 10 процентов. Эту планку удается удерживать благодаря систематической работе специальных групп народного контроля. Задачи на неделю долгосрочные напомнили ответственным на планерке. В центре внимания санитарное состояние в городе и наведение порядка. Во вторник запланировали проведение общегородского субботника. На этой неделе специалисты жилищного отдела администрации города-курорта продолжили работу в рамках выездных приемов в сельских округах. На встрече населению разъясняют действующие федеральные, краевые и муниципальные программы по улучшению жилищных условий. По некоторым из них можно получить социальную выплату до 70 процентов от стоимости жилья. Например, на покупку нового дома стоимостью 2 миллиона рублей по программе можно получить 1 миллион 400 тысяч, а недостающую сумму накопить или взять в кредит. То же самое со строительством собственного дома. Государство оплатит 70 процентов смертной стоимости строительства. Такие встречи с населением пройдут во всех сельских округах Анапы, чтобы каждый житель знал, как улучшить свои жилищные условия и закрыть, наконец, квартирный вопрос. В Анапе состоялся очередной видеоселектор по вопросам антитеррористической безопасности и борьбы с незаконной миграцией. Участники совещания читались об итогах работы за минувшую неделю. На Кубани продолжают проверять все муниципальные образования. Представители ТОСов и квартальных комитетов активно участвуют в общей профилактической работе. В Анапе активисты сообщают о местах проживания подозрительных лиц. Сотрудники администрации, полиции и миграционную службу устанавливают и проверяют новые места проживания, работы иностранных граждан и лиц без гражданства. Нелегалов выдворяют, выписывают штрафы работодателя. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов потребовал принять дополнительные меры в работе и усилить контроль за попрошайничеством на дорогах города. Глава города Сергей Сергеев провел рабочее совещание, чтобы определить слабые места и звенья одной большой цепи ЖКХ. Работа специалистов жилищно-коммунального хозяйства должна быть на очень высоком уровне в курортном городе. Поэтому Сергей Сергеев собрал всех специалистов этого управления, чтобы познакомиться с каждым лично и понять, кто за какой участок работы отвечает. Штатное расписание останется прежним, но обязанности между специалистами перераспределят. Каждый участок работы должен быть задействован максимально. Сотрудники ЖКХ должны не только отвечать за конкретный участок работы, но еще просчитывать, думать и по-хозяйски относиться к затратам и контрактам. На этой неделе начальник управления ЖКХ получил выговор за нерасторопность в организации контрактов и сделал серьезное замечание руководителю предприятия «РМстрой» за ненадлежащее качество выполняемых работ. Каждый день о приближении курортного сезона напоминает чиновникам календарь обратного отчета в администрации. К летнему сезону готовятся все сотрудники всех управлений. На совещании с санатором курортного комплекса обсудили возможности и преимущества вступления в Краевую ассоциацию туриндустрии. В Анапе успешно действует Анапская региональная курортная ассоциация «Арка». Задачи Краевой ассоциации – развитие региональной туриндустрии и продвижение региональных программ. Само объединение призвано объединить всех участников туризма, лечебные базы и гостиничные комплексы. Представители новой ассоциации назвали преимущество консолидации. Продвижение информации об участниках на каждом сайте и на сайтах партнеров. Помощь в подготовке и участии в международных выставках, онлайн-консультации по четырем направлениям – экономика, организации и планирования, отраслевой консалтинг и юридическая помощь с перспективой на дальнейшее развитие, поиск и применение новых технологий в работе. Все это призвано обеспечить ассоциации краевого уровня, пропагандируя опыт Европы, представители АТИК и сами переняли лучшее. Создав организацию, европейцы входят в состав одной или нескольких ассоциаций и перешагивают сразу через несколько ступеней. Анапчане вернулись из Новороссийска победителями. В городе Героя прошли соревнования по рукопашному бою, посвященные Всероссийскому дню памяти погибших десантников. На соревнования приехали спортсмены из сильнейших команд края. Анапы представили пять юных спортсменов и все принесли нашему городу воинской славы золотые и серебряные медали. Смотрите в итоговом выпуске программы. В Анапе прошел общегородской субботник. На уборку вышли сотрудники всех предприятий, студенты и школьники. Проезд в маршрутках пригородных рейсов подорожает. В Анапе снимут кино о дельфинах. И сейчас обо всем подробнее. В пятницу 14 марта в Анапе прошел общегородской субботник. На уборку города и прилегающих предприятиям территории вышли работники муниципальных и коммерческих учреждений, студенты и школьники. Анапчане, давно вышедшие на пенсию, тоже включились в общую работу. Убирали у своих домов. Практика массовых субботников началась в 1919 году. На первой в Москве вышли 15 человек, на второй – 205. Спустя почти 100 лет привычка выходить на субботники сохранилась. До 90% жителей всех городов на постсоветском пространстве выходят весной на уборку. Вооружившись главными уборочными приспособлениями, работники культуры с утра начали убирать территорию детского парка. Работа кипела по всем фронтам. Собирали граблями листву и мелкий мусор в полиэтиленовые пакеты. У берега речки убрали крупные ветки. Работала спецтехника, вывозили мусор. Сегодня светит солнышко, мы дружно, с оптимизмом, с любовью к своему любимому городу. Вышли и наводим здесь порядок, чтобы было чисто, уютно. И завтра можно уже приходить анамчанам и здесь отдыхать, потому что, наверное, работники культуры постарались на совесть. Если каждый человек не будет царить, вот как минимум, и будет подбирать каждую лишнюю оброненную бумажечку, тогда мир станет чище. Все должны, всем миром, выходить и убирать возле себя территорию. Молодежь Анапы тоже хочет видеть свой город благоустроенным. Студенты анапского филиала МГГУ имени Шолохова привели в порядок территорию рядом со своим учебным заведением. Будущие специалисты вычистили все газоны, подмели дорожки, собрали мусор. Уборка улиц и скверов курорта к летнему сезону продолжится. Чтобы уже на майские праздники Анапа встретила своих гостей красивой и ухоженной. Алина Гумерова, Роман Карпов, Анапа. Регион. Субботник организовали на хуторе «Красный». Сотрудники предприятия «Альфа» вышли на уборку территории после сильного ветра. Мусор с городской свалки разлетелся с ветром. Вот так выглядели улицы хутора «Красный» после ураганного ветра. Разноцветные пакеты, разнесенные ветром, висят на ветках деревьев, на заборах, кустах, в поле и ложбинах близ полигона ТБО. Ну, свалка для нас это мучение, потому что мы проживаем в непосредственной близости. ДНТ Южная, хутор «Красный». В основном, конечно, мучают запахи. Ну, а вот такое явление нет-нет, да происходит. Но впервые мы столкнулись после вот этого сильного ветра двухдневного. Получилось такое безобразие, с которым бороться, наверное, нам, самим жителям, не в состоянии мы будем. По словам директора предприятия «Альфа» Игоря Пархоменко, которая занимается приемом и переработкой бытовых отходов, с проблемой разноса пакетов по округе предприятие сталкивается не первый раз. Частично проблему решают технологической пересыпкой мусора грунтом. А разлетевшиеся пакеты собирают специально сформированные бригады уборщиков. Работает 30 человек. Формируем бригады из числа наших работников. Вчера первая бригада уже вышла на уборку, да. Сегодня также бригады скомплектованы и работают. И мы надеемся, точнее, мы уверены, что за выходные, за субботу-воскресенье наши бригады должны убрать весь хутор Красный. Вопрос с альтернативной площадкой под мусорную свалку уже давно рассмотрен администрацией города. И даже уже определен точный участок, выбранный вдали от населенных пунктов. Сейчас идут согласования и подготовка документов под ее отведение. А пока надежда на оперативную работу предприятия, в чьем ведомстве и находится ныне существующая свалка. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Максим Лагоша, Анапа-регион. В Анапе изменится стоимость проезда на муниципальных маршрутах регулярного пригородного сообщения. Алина Гумерова узнала, с чем связано повышение стоимости проезда и сколько стоят самые популярные маршруты. Начальник отдела по транспорту и связи Юрий Кудрявцев проинформировал о повышении тарифов. Полномочия по изменению тарифов на пассажирские перевозки по законодательству осуществляются Департаментом цены тарифов Региональной энергетической комиссии Краснодарского края. Повышение тарифов на проезд всегда связано с увеличением стоимости топлива, расходных материалов, запчастей, а также стоимости оплаты труда. С 17 марта текущего года повышены тарифы на перевозку пассажиров и багажа маршрутами пригородного сообщения. Цена вместо 1 рубля 22 копеек теперь составит 1 рубль 46 копеек за каждый пассажирокилометр. В среднем тариф увеличился на 20%. Например, чтобы уехать в поселок Витязево на 114 маршруте, придется заплатить уже не 30 рублей, а 36. На 111 в станицу Анапску 17 рублей. До хутора Воскресенского на маршруте номер 100 оплата составит 26 рублей. Информацию об изменении тарифов можно будет увидеть в салоне автобусов, также на сайте администрации города Анапа, либо узнать у специалистов отдела по транспорту и связи. Алина Гумерова, Роман Карпов, Анапа. Регион. В Анапе снимут фильм о самых умных млекопитающих, о дельфинах. Подробности проекта прямо сейчас. Счастливы те взрослые, что умеют радоваться жизни, как дети. В этом состоянии лучше мечтается, а мечты проще осуществить. Известные детский писатель Эдуард Успенский и композитор Григорий Гладков приезжают теперь часто в Анапу, потому что здесь их летние резиденции, и здесь хорошо пишется и думается. Но на этот раз они приехали обсудить с анапскими дельфинариями идею создания детского фильма о дельфинах. Для начала оценить их возможности и поговорить с тренерами дельфинов о возможностях работы с этими загадочными млекопитающими. А для начала они с удовольствием вместе с детворой посмотрели представление. Анапа – это, как сказать, столица дельфинов России. Все дельфины, которые есть в дельфинариях в нашей стране, они все из Анапы. Последний раз я был в дельфинарии, не поверите, Благовещенске. Ну, естественно, я спросил, откуда дельфины. Из Анапы, сказали. И поскольку мы здесь уже живем, Эдуард Николаевич, и я, и Николай Николаевич Дроздов, доктор биологических наук, наш телеведущий, конечно, сделать историю о дельфинах добрую, понятную людям, и показать через дельфинов, что не мы одни живем на планете Земля, а Господь сделал ее для всех. Надо сказать, что детвора, узнав знаменитого писателя, не сразу решилась к нему подойти. Не верилось, что автор простоквашенной крокодилогены с чебурашкой может запросто общаться с незнакомыми детьми. Но Эдуард Николаевич и сам, как большой ребенок, смущаясь, раздавать автографы, разулыбался в скорости и поделился своей мечтой. Когда-то я видел дельфинов, которые готовили к войне. Меня это очень расстроило. Я их трогал руками, общался с ними. И потом он написал книжку, в которой призывал к мирной жизни. Вот такой, которую мы сегодня видели здесь. А в Анапе, вот есть замечательный дельфинарий, я только что с обалделыми глазами смотрел, как прекрасно работают дельфины и тренеры, и как реагирует публика. А мой друг Гриша Гладков сказал, что такая идея, эта книжка называется «Подводные береты», должна быть воплощена именно в Анапе, потому что Анапа – самый дельфинный город в стране. Ну, раз задумано кино, значит, есть уже и книга. Подарил нам ее писатель с автографом и надеждой на то, что кино будет хорошим. С киностудией «Мосфильм» уже ведутся переговоры. Дельфины в этой истории Эдуарда Успенского «Подводные береты» служат на страже рубежей нашей Родины. Но фильм будет о дружбе дельфина и мальчика-инвалида. Посмотрим, что из этого получится. Ведь все, что делал до этого писатель, было необычайно добрым и жизнеутверждающим. Любовь Евсеева, Станислав Фалько – специально для Анапа «Регион». К другим темам. Секрет вечной молодости знает Анапский образцовый художественный хореографический ансамбль «Молодость». Коллектив создан на базе детской школы искусств номер 2. Недавно на третьем международном фестивале они покорили столицу Австрии. В Вене коллектив представил русско-кубанскую программу в номинации «Фолкдэнс» – «Народный танец». Средняя и старшая группы ансамбля заняли все призовые места. Наша съемочная группа познакомилась с победителями. В первый раз ансамбль «Молодость» выехал за границу на конкурс. И сразу несколько побед. Их соперниками стали танцоры из 12 стран мира – Испании, Румынии, Чехии, США, Болгарии, Германии и других. Жюри оценивало более 300 номеров. Наш анапский коллектив показал себя во всей красе. Мы привезли свою русско-кубанскую программу. Очень долго готовились. И именно хотели показать наш русский дух, наш кубанский характер. Что, я думаю, у нас очень получилось. Потому что именно Кубань на сцене приветствовали просто замечательно. И сами болельщики, то бишь наши соперники. И жюри даже оживилось на какое-то время. То есть, я так думаю, девочки выступили очень достойно. И я очень горда ими. Средняя и старшая группы ансамбля выступили на профессиональном уровне, забрав все призовые места. Десятилетняя Кристина Каверина занимается танцами уже 5 лет. Но все равно, призналась Кристина, волновалась перед выходом на сцену. Был страх, конечно, перед тем, что танцевать. Очень сильный страх был. Но потом мы уже начали понемногу, понемногу уже привыкать. Мы себе говорили каждый раз. Мы все знаем, мы все выучили, уже вызвалили. Все, мы хорошо, мы справимся. И вот у нас первое, второе, третье место. Участницы долго готовились к конкурсу и получили самые высокие награды. Солисты молодости удивили судей мастерством. Александра Воронкова в коллективе ансамбля уже седьмой год. На фестивале заняла первое место. Сначала ходила на занятия в четырех отделениях школы искусств. В итоге остановилась на двух. Из Зои танцы. Стремимся мы, конечно, не останавливаться на этом, идти дальше, чтобы еще больше, еще лучше получалось. Гостеприимная вена поразила напчан своей красотой. Дети посетили исторические достопримечательности. Руководитель ансамбля, педагог-хореограф высшей категории Светлана Мартьянова очень горда за своих воспитанников. Призовые места коллектива достойны награды за ее труд. Когда мы получили дипломы свои именно с первыми местами, когда мы уже все свои места знали, что они все призовые, звонят родители нам отсюда, с Россией. Мы, естественно, радуемся, говорим о своих победах. А они нам в ответ говорят, что на Олимпиаде также победила Россия. Это была двойная победа. Организаторы конкурса вручили ансамблю молодость специальный приз и пригласили осенью на международный конкурс в Европу, на этот раз в Прагу. Летом коллектив будет готовить новую программу, чтобы достойно выступить и в следующий раз. Алина Гумерова, Максим Лагоша, Анапа-регион. Телерадиокомпания «Анапа-регион» объявляет новый набор участников в детский проект «Стих на табуретке». Конкурс пройдет в двух номинациях. Стихотворение на тему «Моя мама» и «Мой папа». Разучите с ребенком стихотворение о маме или папе, запишите выступление малыша и пришлите на почту anaparegionsobaka.gmail.com. В письме необходимо указать фамилию, имя и отчество участника, возраст, данные одного из родителей и контактный телефон. В проекте участвуют дети до 10 лет. Прием заявок до 26 марта. Итоги конкурса будут размещены на нашем сайте anaparegion.ru. Победители обеих номинаций «Моя мама» и «Мой папа» получат в подарок планшетные компьютеры. Мама, мамочка, мамуля. Главное для деток слово. Каждый знает то, что мама. Это круто. Это клево. Мама никогда не бросит. Мама нас всегда загреет. Потому что не любить нас мама просто не умеет. Все, давай мне книга. Участвуй в конкурсе «Стих на табуретке». Придумая стихотворение про любимую маму, пришли на почту anaparegionsobaka.gmail.com и выиграй планшетный компьютер. Подробности на сайте anaparegion.ru. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Субботу 15 марта в Анапе будет солнечно. Температура воздуха днем 8-10, ночью до плюс 7 градусов по Цельсию. Ветер южный 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 6 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова